Переведено и озвучено каналом Translated History при поддержке канала Flashpoint History. В прошлом видео мы остановились на том, что в Кордовском Эмирате наступили темные времена. Экономика разваливалась, управление было ужасным, а соседи атаковали по всем границам. В общем, Эмират превратился в осколок своего прежнего «я» и боролся за само свое существование. Но не стоит волноваться, история Аль-Андалуса на этом не закончится. С приходом к власти Абдул-Рахмана III мусульманская Испания снова воспряла. Под его руководством Эмират восстановил свою мощь и даже превратился в халифат, что положило начало периоду процветания. Некоторые даже назвали этот период «золотым веком исламской Испании». Но, как это часто бывает, «золотой век» оказался простым затишьем перед бурей. Уважаемые зрители, этот цикл видео состоит из нескольких частей. Поэтому, если вы не видели предыдущие части, то переходите по ссылке в правом верхнем углу или описании к ролику. А чтобы всегда быть в курсе событий нашего канала, подписывайтесь на группу в Телеграме и группу ВКонтакте по ссылке в описании к видео. Также, по многочисленным просьбам, я снова начал делать переводы видео про поход Ганнибала в Италию и другие англоязычные видео по истории. Поэтому, если вы вновь хотите наслаждаться топовыми и интересными переводами, то подписывайтесь на наш канал в Бусти по ссылке в описании к видео. В начале 10 века Абдар Рахман III получил страну, которая была на грани полного краха. Его дед Абдулла был замкнутым и параноидальным эмиром, который и довел страну до такого коллапса. Этот человек так сильно не любил людей, что даже построил отдельный проход и мост от своего дворца к большой мечети в Кордобе, чтобы его передвижения туда и обратно могли остаться незамеченными. Зато его ошибки были видны повсюду. Экономика Эмирата была в руинах. Доходы сократились и были недостаточными для поддержания инфраструктуры или оплаты армии. Хью Кеннеди, профессор исламоведения в Университете Святого Эндрюса, описал армию, которая досталась Абдар Рахману, как «большую банду, живущую на доходы от грабежей». К тому же, до него продвижение в армии было построено не на военных заслугах, а на политических и этнических связях. Из-за этого армия постепенно деградировала. Потенциальные лидеры чувствовали себя ненужными, а потенциальные союзники превращались в мятежников. Матабелла Фьеров в своей книге «Абдул Рахман III» объясняет, что эмиры пытались ассимилировать лидеров повстанцев мувалладов, в том числе Умара, который вскоре перешел в армию амейядов. Но к ним относились как к людям второго сорта, и им не разрешалось конкурировать на равных с арабами. Понимая свое плачевное положение, они в итоге пришли к простому выводу. То, что предлагал им эмир, было намного меньше того, чего они могли достичь, действуя по своему усмотрению. Однако, повстанцы были не единственной проблемой. Крупные города – Толеда, Севилья, Саргоса, Бадахас и многие другие заявили о своей независимости. Теперь весь эмират де-факто был сведен к Кордове и окружающей ее сельской местности. И, как вы понимаете, христиане вновь поспешили воспользоваться кризисом у южных соседей. Астурия вновь отвоевала себе немного земель и даже пошла на очень символический шаг. Христианский король решил подчеркнуть свое возросшее могущество, перенеся столицу с севера на юг – в Лион. Тем не менее, основную угрозу для Эмирата представляли не северные соседи, а угроза из Северной Африки, которая вернулась под власть фатимитского халифата. Дом Амейядов, который правил Аль-Андалусом в течение 150 лет, теперь был потрясен жестокими внутренними раздорами. Абдулла казнил своих собственных братьев, а затем сделал то же самое с некоторыми своими сыновьями. Отец Абдулла умер, когда мальчику было 12 лет. Абдулла же умер в 912 году. Перед смертью он убедительно дал понять знатью, что только его внук будет следующим правителем. Еще при жизни Абдулла пригласил Абдулла во дворец и разрешил ему восседать на троне во время его отсутствия. На молодого принца даже возложили особые обязанности, чтобы подготовить его к роли эмира. И это сработало. Абдулла Рахман III взошел на трон без особых эксцессов, что было весьма необычным событием для Аль-Андалуса. Никаких претендентов на трон и феодальных войн не было. Семья молодого эмира принесла ему присягу и подчинилась его воле. Поэтому Абдулла Рахман III смог сэкономить время и сразу приступить к подавлению мятежей. Но прежде чем выступить в поход, давайте еще немного поговорим о личности нового правителя Кордобы. Новый эмир был настоящим воплощением смешения культур. Он унаследовал ближневосточную кровь своего отца, исламскую религию и высокий титул. Но от своей матери, которая была наложницей-христианкой, и своей бабушки, которая была баскской принцессой, он получил голубые глаза, светлые волосы и светлую кожу. Летописцы описывали его как очень красивого парня. Этот человек был благочестивым мусульманином, и его амбиции распространялись далеко за пределы его дворца. При его правлении христиане и евреи получили возможность добиться успеха. К ним снова стали относиться как к людям писания, что давало им перспективы и определенную степень защищенности. У Абдарахмана Третьего был талант к управлению, и он мастерски использовал кнут и пряник. С теми, кто ему подчинялся, он обращался справедливо. Многие из его побежденных соперников обрели новую жизнь при дворе Кордобы, где они были реинтегрированы в качестве эмирских чиновников. Но они были мастерски отдалены от своих ресурсов и базы поддержки. Те же, кто ему не подчинялся, жестоко изничтожались. Целые семьи стирали с лица земли, вместе с их крепостями и домами. Стоит также отметить, что помимо хорошего управленца, эмир был великолепным полководцем. Он даже мог проводить несколько осад одновременно. Также, после взятия городов, он стремился навсегда сделать их своими. Для этого во всех поселениях были размещены гарнизоны, состоящие из его личных войск. Кроме того, он назначал новых, лояльных ему губернаторов. Но чтобы сохранить их лояльность, он часто менял их местами, чтобы никто не мог засиживаться на одном месте, обрастая силой и связями. Для X века стиль правления Абдарахмана III был весьма экстравагантным и необычным. Современные историки считают его гением, который задолго до смерти своего деда разработал план, как установить порядок в Аляндалусе и просто ждал своего часа, чтобы начать действовать. Взойдя на трон, эмир сразу же приказал своим крупным городам и землевладельцам принести ему клятву верности, и почти все подчинились его требованию, хотя считали, что это простое соблюдение придворного этикета. Рахман же хотел дать всем понять, что теперь они имеют дело с новым эмиром. Затем он приказал всем губернаторам немедленно собрать своих людей, чтобы обеспечить безопасность вокруг столицы и подавить во всей стране мятежи берберов. Но начать свою кампанию он решил на юге с уничтожения Умара ибн Хавсуна. В 913 году армия под предводительством Евнуха Бадра захватила крепость Эссия, расположенную примерно в 50 километрах от Кордовы. Все городские укрепления были разрушены, за исключением ЦТ Дели, которая была оставлена в качестве резиденции губернатора и места для размещения гарнизона. Следующей весной, после 65 дней тщательной подготовки, Абдаррахман лично возглавил экспедицию на юг. Его войскам удалось вернуть провинции Хаэн и Гранада, в то время как отряды его кавалерии отбросили войска ибн Хавсуна от Малаги. В последствии он двинулся против замка Жувелес в Альпухаресе, где засели муваладские мятежники. Опустошив его сельскую местность, чтобы лишить его каких-либо ресурсов, он окружил крепость. Обнаружив, что обстрел из катапульт затруднен, он приказал построить платформу, на которой можно было установить его осадные машины для большего эффекта, и перерезал подачу воды. В итоге, мятежники мувалады сдались через несколько дней. Затем, в том же году, Абдаррахман воспользовался соперничеством между правителями в Севилье и Кармоне, чтобы заставить их подчиниться. Первоначально он послал специальный корпус под командованием губернатора Эссии в Севилье, чтобы добиться их подчинения. Эта попытка провалилась, но он получил поддержку лорда Кармоны и двоюродного брата севильского лорда. Когда последний был окружен войсками амиядов, он обратился за помощью кибун Хавсуну, но последний потерпел поражение от осаждающих и вернулся в Бабастро. Затем он отправился осаждать крепость провинции Эльвира, Гранада и Хаэн, все из которых прямо или косвенно контролировались Хавсуном. Севилья окончательно капитулировала 20 декабря 1913 года. В итоге двоюродный брат севильского лорда был назначен губернатором города, в то время как правитель Кармоны получил титул визиря. Мухаммад имен Ибрагим наслаждался своим постом всего один день, поскольку Абдарахман вскоре обнаружил его сговор с мятежным губернатором Кармоны. Мухаммад был отправлен в тюрьму, где позже встретил свою смерть. Теперь, расширив свое влияние, Абдарахман III наконец-то мог подавить ставшее уже бесконечным восстание Умара Ибн Хавсуна. 7 мая 1914 года его войска покинули Кордову и через несколько дней расположились лагерем перед стенами Балды. Его кавалерия разорила ближайшие леса и сельскую местность, в то время как остальные войска двинулись к замку Турусу, который был окружен в течение пяти дней, а его окрестности также были опустошены. Потом основная часть армии Аммиядов двинулась к сетедели Умара Ибн Хавсуна, в то время как кавалерия была направлена к замку Сан-Батир, который был оставлен защитниками, что позволило войскам Абдарахмана захватить большую добычу. Затем настала очередь замков Олиас и Рейна, последний пал после ожесточенного боя, оставив открытую дорогу к крупному городу и столице провинции Малаги, который он захватил через один день. Затем, 1 июня 1914 года, он прибыл в Альхесирас. Абдарахман приказал патрулировать побережье, чтобы уничтожить лодки, которыми снабжалась цитадель Умара Ибн Хавсуна из Магриба. Многие из них были схвачены и сожжены на глазах у Эмира, а мятежные замки в окрестностях сразу же сдались Кордовской армии. К 916 году, после того, как голод опустошил землю мятежников, Хавсун попросил мира. И, к сеущему удивлению, он его получил. В 917 году он умер по естественным причинам. Власть перешла его сыновьям, которые снова развязали войну. Однако, к тому моменту престиж Эмира взлетел до небес. Отданные понимали, что Абдарахман III был жестоким, но справедливым правителем. Если вы не восстаете против него и подчиняетесь его власти, то живете спокойно и в достатке. Но, если вы посмеете начать бунтовать, то готовьтесь к тому, что ваши города превратятся в руины. Тем не менее, сыновья Хавсуна решили рискнуть. В 917 году пали Валенсия и ряд городов и крепостей в Португалии. Затем Эмир осадил Толедо, где засел один из сыновей Хавсуна, Джафар ибн Хавсун. Абдарахман разорил сельскую местность вокруг города и два года сидел под его стенами. В итоге Джафару удалось сбежать из города, чтобы обратиться за помощью к Северным Христианским Королевствам. Тем временем, Абдарахман добился сдачи города, заключив договор с его жителями. В 921 году Кордове подчинились Херез де ла Фруэнта и Кадис. А год спустя – торговая республика Печина. В 927 году Абдарахман начал кампанию против мятежников мувалладов Бану Касси, но был вынужден прерывать ее после вмешательства Химена Гарсеса из Памплоны. Тем временем Хавс, последний из живых сыновей Ибн Хавсуна, закрепился в родовой цитадели Хавсунов – замке Бабастра. Он был окружен войсками под командованием визиря Кордобы Саидовы Ибн Мундира. После нескольких неудачных штурмов началась полноценная осада, в ходе которой кордобцы устроили абсолютную блокаду замка, построив ряд бастионов и крепостей вокруг Бабастра. 17 января 928 года, после шести месяцев осады, последняя цитадель Хавсунов пала. Последний сын Хавсуна был увезен вместе со своей семьей обратно в Кордобу. Но вместо того, чтобы взойти на Эшафот, Хавсун и его семье сохранили жизнь. Более того, ему дали должность при дворе и в армии Эмирата. Таким образом, в 928 году Эмир Абдарахман III наконец-то смог победить своего величайшего соперника и восстановить контроль Эмирата над Южной Испанией. Уважаемые зрители, большое спасибо, что смотрите мой канал. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии и самое главное, подписываться на него, чтобы не пропустить новые видео. Также я благодарен всем тем, кто поддерживает меня донатом по ссылке в описании к видео. Еще раз большое спасибо за просмотр и вашу поддержку.